Хотелось бы изменить больше приближенность к профессиям, которые даются в большем образовании. То есть больше практики, практики реальных примеров и давать возможность студентам, наверное, работать, где они именно и получат практику. Нравится, что проводятся различные фестивали и приезжают люди из других городов. И в принципе идет какое-то развитие, что поддерживается отношение. И студенты могут встречаться, и могут приезжать очень хорошие специалисты. Конечно, наверное, на бюджет больше бы позиций хотелось бы. Потому что больше некоммерческие структуры и тем ребятам, которые даже приезжают из других городов, либо нет возможности оплатить. Приходится подбирать, может быть, даже не те специальности, которые изначально хотели идти, а на какие-то менее интересные для них. Таково мнение студентов, которые учатся в культурной столице России – Санкт-Петербурге. Эти и другие вопросы образования обсуждали и участники 10-го Санкт-Петербургского образовательного форума. Организаторами мероприятия выступили Комитет по науке и высшей школе, Комитет по образованию, Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Совет директоров СУЗов города. Форум был посвящен проблемам профессионального образования. И в тонкостях этих проблем разбиралась Ксения Малеженкова. В текущем году даты проведения форума были выбраны не случайно. Именно в этот день, ровно 60 лет назад, СССР вступил в ЮНЕСКО Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Одной из главных целей проведения форума стал поиск решений для развития непрерывного образования в России. Известно, что обучение человека продолжается в течение всей его профессиональной жизни. Это является необходимым условием для подъема по карьерной лестнице, повышения качества труда и улучшения уровня жизни. Люди, которые непрерывно обучаются и, прежде всего, имеющие высшее образование, у них выше производительность труда, выше заработная плата, больше продолжительность жизни, более широкий круг общения и более лучшее состояние здоровья. То есть есть очень много таких критериев, по которым мы можем судить о том, что непрерывное образование, оно востребовано, это объективная реальность, особенно в условиях информационного общества и экономики знаний. Однако после окончания вуза многие выпускники сталкиваются с одной и той же проблемой. Работодатели хотят общаться только с теми, кто уже имеет какой-то опыт. Бывшие студенты часто начинают работать не по специальности, для того, чтобы получить стаж. Это является большой ошибкой. По ходу нашей работы нам, естественно, приходится очень большой объем консультировать, консультирование проводить, в том числе и для молодых людей, которые вот так обращаются. И основной наш совет, который мы даем, то, чтобы они приобретали уже какой-то опыт и зарабатывали эту первую строчку резюме во время своей учебы. Не на первом, не на втором курсе. Видимо, сначала надо хорошо поучиться, а вот начиная там уже с третьего и так далее, значит, видимо, наверное, хорошо уже где-то получить практику, где-то поработать, чтобы уже знать какие-то вещи. Второе, значит, тоже вот то, что я наблюдаю, это то, что слишком немножко, как бы это сказать, закушавшись наши. Они все хотят, то есть они себя очень высоко ценят, и, может быть, это правильно, но и они как бы хотят сразу какую-то приличную позицию, молодые люди, и хотят соответствующие деньги. Хотя на самом деле-то надо, конечно, было заработать эти деньги, да, себя продемонстрировать на более низкой позиции за более скромные деньги. Хорошим подспорьем для студентов является развивающаяся в последнее время совместная практика вузов и работодателей. Она полезна для всех сторон. Учащиеся получают те знания и навыки, которые реально понадобятся им на рабочем месте, а компания-партнер сразу имеет подготовленных специалистов, не нуждающихся в дополнительном обучении. При этом студенты не обязаны работать именно в той организации, где проходит практику в годы обучения, а значит, благодаря такой системе взаимодействия отечественный рынок труда пополняется высококвалифицированными специалистами. Таких примеров становится все больше. Мы действительно зависим от молодежи, которая приходит к нам работать, и мы стараемся уже в достаточно раннем этапе познакомиться с ними. И многие из моих коллег выступают в вузах в качестве лекторов. Во время этих лекций знакомиться с будущими кандидатами. Кроме того, мы стараемся развивать с вузами такое долгосрочное всестороннее сотрудничество. И не только на этапе, когда студенты уже задумываются о поиске работы, но еще и на раннем этапе, когда они начинают учиться. Например, у нас есть интересный очень совместный проект с Институтом высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Мы находимся в приемных комиссиях со стороны бизнеса. Мы предоставляем практики на весь период обучения. И у нас где-то порядка 450 сотрудников здесь работают в филиале в Санкт-Петербурге, у Ситибанка. И из них около 30, больше 30, это студенты различных вузов, которые постоянно у нас проходят практику. Участники форума также высказали мнение, что современные вузы могут и должны участвовать в организации корпоративного обучения. Наиболее перспективное направление – помощь коммерческим организациям в формировании различных моделей обучения. Кроме того, учебные заведения могут участвовать в разработке методологии и системы обучения, предоставлять специалистов для преподавания универсальных курсов, повышающих квалификацию и формирующих необходимые навыки. Еще одной из перспективных форм работы на международном образовательном рынке являются виртуальные университеты. 90% вузов на Западе сейчас уже используют электронные формы обучения. Россия же пока отстает в этом процессе на 5-7 лет. Однако положительные сдвиги есть. В новом законе об образовании в Российской Федерации специально оговариваются формы дистанционного обучения. И российские вузы уже активно приступили к освоению данной области. Ксения Малеженкова, Александр Шкарданов, Телеканал Просвещение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова